Мама, 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 купи пять сюрпризов, мама, смотри, пять сюрпризов, купи пять сюрпризов, мама! Мам, мам, нет, купи мне острые крылышки, мам, смотри, острые крылышки! Тебе только поесть, мама, не покупай ему ничего, купи мне пять сюрпризов! Я тебя спрашивал, что ли, ты вообще молчи! Мама, купи острые крылышки! Мамочка, мамочка, смотри, хлопушка, мамочка, мамочка, купи хлопушку! Тише, тише все, я из-за вас позвонить не могу! Вы забыли, что ли, мы идем в гости к тете Даше! И в магазин мы зашли, чтобы купить что-нибудь к чаю. Мама, мама, а как же игрушки, а как же игрушки? Мам, мам, а острые крылышки это как раз к чаю. Купи острые крылышки. Тишина! Позвонить не дадут. Ну и кто там не звонит в выходной день? Я надеюсь, это не сработает. Алло? А, Таня, ты что номер поменяла? Привет. Вы у нас в городе проездом? В гости прийти? Эм, ну так-то вроде не занято ничем. Ха-ха, какие прикольные видосики. Ха-ха, вот умора. Чего? С кем там мама разговаривает? С тетей Таней? Нет, 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 нет. Только не это. Мама, мама, скажи, мы сегодня уезжаем. Мы уезжаем далеко, далеко, за тысячи километров. Мама, только не тетя Таня. Она с детьми будет? Нет, только без детей. Мама, нет, 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 нет. Макс, тише, я же разговариваю. Да, Тань, ну да. Вот видишь, у тебя даже телефон упал. Даже он не хочет, чтобы они приходили к нам в гости, мама. Извини, Тань, телефон выпал. Да, да дети тут мешаются. Ага, все вместе с семьей, да? Ну, приходите, да, конечно. Ага, будем ждать вас. Мама, нет, мама, ну что ты меня не слушаешь-то? Максим, позволь узнать, когда это ты стал у нас таким гостеприимным? Он, наверное, с тех самых пор, мама, когда этот Игорь, сын этой тети Тани, снёс мою любимую игру. Я проходил её год почти, а он её удалил. Макс, ну это всего-навсего игра, тем более он же сказал, что случайно и даже извинился. В отличие от тебя, когда ты дал ему по голове за это. Да это ещё мало, что я мог ему дать. Мама, позвони ему, скажи, что мы срочно уезжаем. Мамочка, а я надеюсь, они без этой, без младшенькой придут, которая сломала в тот раз все мои игрушки. Даник, ну ты ещё, конечно, с ней, они её что, одну дома, что ли, оставят? Она же маленькая ещё. Поиграешь немножко и не жадничай, игрушек тоже дай поиграть. Всё-таки с ней, да? Так, мне нужно бежать прятать игрушки все. Она в тот раз даже железную машинку мою сломала. А динозавру голову оторвала и бегала с ней, смеялась. Так, девочки, официально заявляю, у нас беда. Макс, что случилось? Интернет отключается. Лучше бы интернет отключился. К нам идёт в гости тетя Таня со всеми своими детьми. Серьёзно? Ты что так поздно предупредил-то? Мне срочно нужно спрятать всю косметику и все мои платья. А мне нужно убрать все школьные тетрадки. Там эта козямочка в тот раз мне дневник разрисовала, а мне учительница двойку поставила. А мама ещё меня и наругала, что я свои вещи не убираю, и поэтому она всё разрисовала. Они всё равно найдут, чем нам напакостить. Это же сумасшедшая семейка какая-то. Давайте подумаем, как сделать так, чтобы они к нам вообще просто не пришли, а? Хм, идея хорошая. Ну как это сделать-то? Мы же не можем просто взять и запретить им. Мама тем более их пригласила. А давайте, а давайте мы все заболеем резко. Так, несите сюда красный карандаш. Сейчас мы себе ветрянку нарисуем. Макс, у нас уже была ветрянка, мама нам не поверит. Ну тогда не ветрянку, а это будет корь, краснуха, портит, чесотка, я не знаю, вши, да хоть что, только чтобы их в гостях у нас не было. Ой, вроде все игрушки спрятал. Кто найдёт мои игрушки, убирайте их повыше. Ха-ха, Даник, тоже думаешь тебе достанется? Так, ладно, давайте нарисуем, посмотрим, вдруг получится. Хм, я нашла только зелёный фломастер. А это ничего, будет даже интересней. Неведомая, неизлечимая, страшная болезнь поразила весёлую семейку. А тогда они точно к нам не придут вообще. Думаешь? Ну ладно, кто первый, подходите ко мне. Так, отлично, всё готово, я пошёл. Вы пока всех разрисовывайте, чтобы мама зашла, и тут все такие красивые. Эта тётя Тая точно сюда не пойдёт. Она же не захочет, чтобы все ее дети были такие же красивые, как мы сегодня. Мам, мам, кажется мне плохо. Мам, посмотри, потрогай температуру. Макс, какой ужас, ты весь в каких-то зелёных прыщах. Что это? В зелёных прыщах? Не знаю, мам. Ужас какой. Нет, температуры нет у тебя. Ой, подожди, а почему у меня рука зелёная? Так, готово. Дианка, иди сюда, ты у нас осталась. Единственная здоровая. Хоть бы получилось. Ой, мам, вот смотри, теперь у тебя. Эта эпидемия страшнейшая. Эпидемия, говоришь? Страшнейшая? Ммм, а что это так пахнет киви? Это что? Катя на фломастеры с запахами фруктов. Ммм, как вкусно пахнет. Макс, ты издеваешься? Думаешь, я в это поверю? Иди умывайся. Эпидемия у них. Я пока пойду руку отмывать. Мам, да я серьёзно. Пойдём, Катя, в комнату. Мы все чем-то заболели. Вот, смотри, я, Даник, Катя. В смысле, Катя, у меня тоже такие страшные прыщи, как у вас, что ли? Какой ужас. Катя, ну ты-то куда, а? Ой, какие красивые. А может, вам и не умываться тогда? Пусть тётя Таня посмотрит, какие вы у меня выдумщики. Но видно же, что фломастер. О, а вот и виновник эпидемии. Наверное, следует его убрать. Тогда и эпидемия закончится. Быстро в ванну всё смывать. Гости уже на пороге. Они тут с дурью маются. Эх, не получилось. А давайте, а давайте ещё что-нибудь придумаем. Я жуть как не хочу, чтобы они пришли к нам в гости. Эх, если бы пораньше узнали, что они придут, тогда можно было что-то успеть сделать. А сейчас, мне кажется, уже бесполезно. Катя, давай умывайся быстрее, мы тут в очереди стоим. Всё, проходи. И вообще, я думаю, не надо сдаваться, не надо отпускать руки. Мы обязательно ещё что-нибудь придумаем. Они ещё не зашли. Что, Макс, у меня больше нет идей никаких. Хм, хотя, а что если унитаз засорить? Гости придут, а у нас унитаз не работает. Мама им позвонит, скажет, извините, у нас тут сантехник придёт. И гости отменятся, ну или хотя бы перенесут, а мы успеем ему что-нибудь придумать. Так себе, конечно, идейка, но всё-таки идея. Давай, давай, заталкивайся, целый, целый рулончик. Ну, давай, 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 давай. Так. Отлично, Макс, не смывается, засорилась. Мама, мама, я писать хочу. Так, Даник, у нас для этого туалет есть, иди писай, пожалуйста. Мама, ну там с унитазом что-то. Там что-то плавает и не смывается, и вода выливается наружу. Я боюсь. В смысле вода выливается? Сейчас, Даник, я посмотрю. Кать, посмотри, пожалуйста, за блинчиками, чтобы не подгорели. Хорошо, мам. Нет, ну вот всё перед приходом гостей. Ну кто опять запихал столько бумаги в унитаз, а? Я же вам показывала, как это правильно делать. Берёте, отрываете два отделения, складываете пополам, и потом уже вытираете все свои нужные места. Ой ты господи. Фу, смылась. Отлично. Даник, иди в туалет, всё готово. Да как так-то? Надо было больше пихать. Вот нам и сантехник. Мама у нас сама сантехник, походу. Да нет, да нет. А что если... Да, да вы всё правильно поняли. Я хочу приклеить маму к столу супер-клеп. А знаете для чего? А когда тётя Таня позвонит, мама не сможет открыть ей дверь. А мы тоже не будем. Она подумает, что никого нет и уйдёт. Вместе со своими сумасшедшими детьми. Вот так. Ну вроде всё готово, осталось так вести. О, а вот уже и звонят в дверь. Главное не открывать, не идти. Мама будет кричать, а мы как будто ничего не слышали. О, а вот и Таня пришла. Ну что такое-то? Дети, у меня тут ерунда какая-то. Я к стулу что ли приклеилась? Кто что на стуле опять оставил? Жвачку? Или слайм опять ваш? Откройте немедленно дверь, гости на пороге. Вот-вот, на пороге. Пусть на пороге и остаются. И вообще разворачиваются, и домой идут. Не на нам таких гостей. Да что такое-то? Катя, Макс, Диана, ну вы что, огохли все? Откройте дверь. Ни за что. Ну сколько можно-то? Ну не слышите что ли в дверь звонят? Вот как всегда, полный дом народу, а двери открыть некому. Да цепись ты, что со стулом-то, не знаю такое. О нет, как, как оно дошло-то? Ну все, битву мы проиграли. Привет, Таня, привет, очень рада тебя видеть. Не обращай внимания, что я на стуле тут перед вами, все в порядке. Просто кто-то из детей опять что-то на него пролил, и я, по-моему, приклеилась. Привет, Даша. Дети, такие дети. Так, давай я посмотрю сейчас, что-нибудь придумаем. У меня такое было уже не раз. А однажды они вообще специально сделали так. Суперклеем не налили на стул. Это чтобы мы в поликлинику на прививку не пошли, представляешь? Еле отклеилась. У нас юбку, правда, пришлось выкинуть потом. Специально. Точно. Они специально это сделали, чтобы я двери не открыла. Катенька, Максимушка, Дианочка и Данечек. Тетя Таня пришла. Ребятки, идите скорее Кате в комнату. Поиграйте, давно не виделись. А то нам с Таней нужно кое-что сделать. Отклеить меня, наконец, от этого стула. О нет, еще хуже сделали. Пока они сейчас маму будут отклеивать, они все будут с нами. Привет, Даник. Дай трактора поиграть. Я в тот раз у тебя его видела. Привет, привет. Нет у меня никакого трактора. Я его сломал и мама его выкинула. И вообще у меня никаких игрушек нет. А если поискать, пойдем к тебе в комнату играть. О, всем привет. Макс, слушай, я в тот раз у тебя в игру такую интересную играл. Дай мне. Я быстро пару уровней пройду и все, а. Ну что, братан, давай, не жадничай. А, игру? У меня ноутбук сломался, в ремонт отнесли. И не, братан, ты мне. Тогда игру снес. Да, ненадолго. За пять минут всего. А, да? Ха, ну дай телефон тогда. У тебя есть игрухи там какие посмотреть? Игорь, отойди. Ты не видишь, ты закрыл Кате косметический стол. Мне срочно нужно глаз подправить. Катя, у тебя есть тени. Нет, ты что, я перестала краситься уже давно. Где-то год назад. После последнего твоего посещения. Дианка, Дианка, давай рисовать. Стоп, 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 стоп. Только не школьный рюкзак. Не трогать. Ой, ну что, Таня, получается что-нибудь? Слушай, да вроде, да. А ну-ка попробуй встать. Ай. Ой-ой-ой-ой-ой. Отлично, спасибо тебе большое. Дети, играйте там, а мы пить чай. Ну, Таня, рассказывай давай, как у вас дела? О нет, они сейчас до вечера будут чай пить. А мне, а мне что делать? Надо было придумать что-нибудь другое. Эй, кстати, а почему мы просто не ушли все гулять, а? Пусть бы они тут без нас сидели. О нет, Макс, лучше под нашим присмотром тогда. А то бы мы с гулянки вернулись и свои комнаты вообще не узнали. Эх, что верно, то верно. Эй, пойдем, у меня шахматы есть. Игорь, слышал? В шахматы играть пойдешь? Надеюсь, шахматы-то он не сломает. А вы, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Дринелка ТВ и смотрите новые, самые интересные серии. Пока-пока. Кстати, не забывайте, у нас есть канал еще на Рутюб, на Яндекс Дзен, заходите к нам в группу ВКонтакте, подписывайтесь на нас в лайки. Ну, и так далее. Так, мне бы шахматы. Шахматы! У меня же эти сломали. Тетя Света в гости приходила. Эх, ладно, Игорь, пойдем, что-нибудь еще найдем. Макс, так что мы сидим, играть-то во что-нибудь будем? Да-да, я эту игру одну придумал, слушай. Шел по полю воробей, нес бутылочку соплей. Кто пикнет, кто векнет, тот ее и выпьет. Эх, 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 эх.